Всем приветики, дорогие друзья! Несмотря на то, что весь мир сейчас больше напоминает какую-то одну большую партию в Джумандже, мы с вами не унываем. У нас с вами даже на карантине настроение хорошее. Должно быть обязательно. У нас сегодня с вами макияж. Макияжа много просили, вот вам, пожалуйста, успевайте отрабатывать каждый мейк. Будьте добры, делайте, отмечайте меня в инстаграмах. Мне важно тоже какой-то фидбэк от вас получать и видеть, как у вас вообще получается краситься по этим урокам. Первое, что нам нужно, помимо того, что мы уже намазались кремом, это фиксит спрей. Фиксит спрей в качестве праймера. Увлажнение сейчас лишним не будет. Сейчас кожа шелушится будет у всех от этого межсезонья. И давайте ее дополнительно увлажним. Кожа бархатная, такая от него нежная становится. Я вижу, как у этого продукта растет, во-первых, число фанатов. Я вижу это по статистике сайтов. Второе, статистика возвращающихся клиентов. И вот это вот больше всего меня радует, что за ним возвращаются. Ладно, моя находочка. Я должна вам показать свою находочку новинка в Shiseido. Обалденный тональный крем. Очень тоненький, очень легкий. У меня оттенок 310. Называется шелк. Силк идеально вот в меня вписывается. Просто ничего, ни с чем не надо смешивать. Просто цвета меня. Соответственно, я цвета шелка, что тоже вполне меня устраивает. Кистью наношу. Очень легкая текстура у него. Легко растушевывается прямо в тонкую-тонкую вуаль. Если вы не любите сильное, ну там, плотное покрытие, это офигенный для вас тональный крем, потому что он тончайше может растушеваться. И поверх фиксит спрея он просто вот как по маслу раскатывается. Вам даже ничего делать не надо для растушевки. Он растушевывается вот в 3 секунды. У него SPF 30, что добавляет ему парочку баллов к ловкости. А еще 30 оттенков. Мне кажется, Shiseido как-то на цифре 30 сосредоточились. Погадали на растущую луну. Мы сказали 30. И вот, значит, SPF 30, оттенков 30, миллилитров 30. Счастливое число Shiseido мы только что с вами разгадали. Кстати, раз уж к слову-то пришлось, в этой линейке есть еще консилеры и кушоны. И вот консилеры, скорее даже, наверное, корректоры, да, такие легкие стики, очень удобны для того, чтобы уплотнять мейк где-то в каких-то отдельных зонах. А еще они очень удобны для того, чтобы взять их с собой в качестве средства, поправляющего макияж. Если вы вдруг в течение дня точно знаете, что вам понадобится дополнительный слой. Вот я просто идеальная женщина. Посмотрите, вообще, на мне ни одного изъяна нет. Теперь двигаемся в сам мейк. Blooming Daisy – это третий набор в Крыгина Косметикс. Собрали прям готовые мейки. Понятное дело, что вся косметика Крыгина Косметика. Косметика Крыгина Косметикс. Крыгина Косметика, короче говоря, вся мультифункциональная. Поэтому тот макияж, который мы придумали с этим набором, это только одна из версий. В каждом таком наборе есть очень-очень простая инструкция с моими руками, которые вам все покажут, что куда мадать. Здесь три продукта. Конкрет, Электрик Пинг. Наш уже культовый розовый. Вау, вау, это Стар Ворс у меня, смотрите, просто что происходит. Он прям вот, ну прям тру крутой розовый. Когда розовый должен быть очень ярким, практически кислотным, но при этом он супер классно выглядит просто с джинсами, белой майкой. Металлайз Троу Сильвер. Самый продаваемый оттенок металлайз, самый универсальный, потому что его вот в качестве праймера на глаза куда угодно. И глаз-глос. Это универсальное топовое покрытие. Идеален, просто идеален, как блеск для губ, как глянцевое покрытие, которое делает конкрет. Очень глянцево блестит, как, не знаю, виниловый блеск. Также красиво на глазки наносить, на скулы, чтобы получался влажный эффект. Сегодня он нам нужен будет именно для губ, чтобы создавать такой вот джуси эффект. Чтобы прям уже не то, что весной тут везде запахло и все расцело вокруг, а чтобы уже летом запахло, чтобы уже прям захотелось на серфе лежать, кататься. В общем, давайте начнем сначала. У меня, знаете, все под счет. Вот я новые продуктики открывать не буду, потому что у меня есть уже все открытые. У меня есть правило такое, я не прихожу на встречи без подарка. Вообще никогда. Вот хотя бы маленькую какую-то финтифлюшку я с собой беру. Это какая-то часть моей какой-то личной философии. Вот на подарочке пойдет. Итак, металлайст. Начнем с него. На палитру кисточкой набрать. И просто прям спокойно, не торопясь, наносим на все подвижное веко. Растушевываем чуть-чуть повыше, чтобы граница не была четкой. И либо пальчиком, вот так, без давления, либо другой кисточкой растушевываем границу чуть-чуть к вестам. У нас получается основной цвет на подвижном веке. Растушевка очень мягкая, потому что это стопроцентный пигмент, и он очень легко растушевывается за счет своего металлизированного эффекта. И опять же, благодаря тому, что это стопроцентный пигмент без каких-либо примесей, он очень плотный и не затирается. Соответственно, очень легко растушевывается без грязи. Вот буквально несколько движений. Вы точно справитесь сами на нижнее веко. И вот теперь смотрите, маленькие детали. На губы, ближе к галочке над верхней губой, по центру. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть втираем его. Вот прямо остатки на кисточке. Кончик носа. Не переживайте, мы растушуем здесь. И кисточкой чуть-чуть побольше. Ну, вот такой. Набрать его очень тоненько и нанести на скулы и яблочки щек, чтобы получился такой и румянец, и шимурный эффект одновременно. Видите? Это с другой стороны. Соединяем с глазками. Вот так вот, прямо крупными движениями. Чик-чик-чик-чик. На кончик носа нанесли немного на спинку. Здесь вот общие остатки. И вот пару движений, боковые поверхности лба. Теперь кистью, которой наносили тон, чуть-чуть растушевываем кончик носа. Получится эффект такого легкого загара, очень нежного свечения, максимально натурального. Обязательно попробуйте эту технику. Видите? Прям такой немножко солнечный, летний получается эффект. Дальше. Немного коррекции. Сразу здесь я возьму конкретно чеснот, чтобы сделать легкую очень коррекцию лица. Вы уж посмотрите, если хотите прямо нарисовать себе новые черты, ну, возьмите оттенок чока. Вот тогда коррекция будет более контрастной. Кистью синтетической для нанесения тона. Чуть-чуть обозначу скулы. Чуть-чуть носик. Подгубой, подбородок. Боковые поверхности лба. Складка верхнего века. Все очень такими, знаете, легкими движениями. Вот мейк, он не должен вас как-то, вот знаете, сильно запаривать. Вы должны делать так, чик-чик, и сразу получать результат. Конкретно это супер легко делать, главное, возьмите его немного. Обведу губы, точнее, сделаю коррекцию губ, чтобы они побольше были. Ресницы накрасим. High Impact Mascara. Часто меня спрашивают, что это у вас за тушь-то такая на ресницах. Да, вот все, она моя старушенькая, любименькая. Очень люблю новинки, очень много хорошей туши на рынке, новой. Но это как стала моей первой любимой тушью, так и остается. И вот верна классике. Да, она новенькая, как она мне нравится. Она может и удлинить, она может и хорошо в объем наслаиваться, и откручивать реснички. При этом у нее очень простая щеточка, благодаря чему, как бы, сама щеточка не мешает вам манипуляционно завивать ресницы. А я всегда так делаю, очень люблю. Мне нравится прям от корней от корней красить, чтобы даже пространство между ресничками заполнялось тушью. Получается, видите, эффект межресничной обводки. Мистер Кот, ты где? Мистер Кот сегодня не настроим. Потому что я не коробку снимаю. Вот если бы я снимала видео по коробке, он бы услышал, что здесь коробочка распечатывается, быстро бы бежал. Потому что это же, о, коробочка! И нижняя. Я прям поярче накрашу, потому что глаза мы особо больше никак не выделяем. Пускай реснички будут яркие. Одни глаза, как будто их нарисовали фломастером сейчас на лице. Надо нам с вами чуть-чуть бровей добавить, очевидно. Когда есть брови, знаете, сразу все хорошо становится. Артвизажным гелем мы сначала зафиксируем брови. Поскольку этот гель очень легко фиксирует, брови остаются как бы подвижными, ну, не намертвой. Тут еще, блядь, я зафиксировала. Мы их чуть-чуть приподнимем, зачешем гелем. И кисточкой с вами нарисуем их поярче. Два конкретика возьму, конкрет-топ и конкрет-хаки. Уже показывала вам эту технику, когда можно их смешать и получить совершенно офигенный оттенок для бровей для блондинок. И вот что-то в последнее время мне нравится брови посветлее. Поэтому я разбавляю конкрет-топ конкретом-хаки. Так, бандит пришел. Такими финально легкими прям движениями, чтобы бровь получилась мягкая. Что такое? Мистер Кот, а нам как снимать? Не подскажешь? Мистер Кот, очень хочется поснимать видео, но как бы я не могу вот так вот через твое ушко показывать, как бровь рисовать. И вот тут вот. Не мог бы как бы ты занять какую-то позицию? Ну, как бы, ребят, у нас непоколебимая сила. Мы же не можем мистер Кота выдвинуться. Давайте губы пока накрасим. Электрик Пинк конкрет. Он вот, он у нас в наборе. Губы красим просто красиво и ровно. На аппликатор набираю. Можно кистью. Кистью суперудобно. Я просто очень люблю наносить аппликаторами. Очень ровный контур, получается, и очень быстро. Я даже не буду специально наносить отдельно румяна. Вот я пока конкрет не полностью высох на губах, перенесу его в качестве румянца на щечки. Он будет очень стойкий, очень сочный. И обязательно кисточкой, которой наносили тон, его растушевать. Получится такой очень тонкий румянец изнутри. Давайте зафиксируемся фиксирующей пудрой. Фикси-паудер. Сегодня день тавтологии у меня. Самая важная часть вот здесь. Под глазками. Округ крыльев носа. И я думаю, достаточно. Вот здесь я не буду мотировать. Мне нравится этот блик. Он создает такое свежее свечение. Благодаря тому, что мы нанесли пудру, личико становится совсем ровным. И нам остался последний штрих. Это блеск глаз-клосс, который можно, нужно нанести на губы. Такой с эффектом стекла. Получился вот этот вот самый джуси-эффект, о котором я говорила. Но, если вы хотите остаться с матовыми губами, они более стойкие. Их не нужно выправлять, их не нужно думать. Оставайтесь с матовыми, используйте глаз-клосс, просто отдельно, как прозрачные глаза. В любом случае, вам будет супер выгодно покупать этот набор в наборе. Потому что все продукты получаются очень сильно дешевле. А поскольку они все очень сильно универсальные, то это классно как подарок, вы точно не прогадаете. И это классно для себя, потому что точно там только те оттенки, которые всем подходят и прям делают супер крутой мейк. Очень мне нравится и всегда нравился ярко-розовый с леопардом. Скажите, круто. Я чувствую себя Гвен Стефанией в ее лучшее время. Дорогие друзья, хочется сказать, что настроение наше с вами в наших же руках. Давайте беречь друг друга, давайте быть осознанными, быть дружелюбными. Но все-таки думать о здоровье своем, о здоровье других людей и так далее. Соблюдать карантин. Не целуемся, не обнимаемся, руку не жмем. Даже дай пять немножко откладывается. В общем, мы с мистером Котом хотим вам всем желать быть... Мистер Кот, ну лицо сделай чуть-чуть, пожалуйста. Ты как мем. Пушистый. Знаете, что сейчас в его голове? Опять ты, кожаная женщина. Ты используешь меня для того, чтобы я всех развлекал на твоем ютубе, потому что я всем нравлюсь. Так и есть, мистер Кот. Ты всем нравишься, потому что ты слишком сладкий пирожочек. Ну так вот, мы с мистером Котом хотим вам пожелать хорошего настроения. Всем здоровья, всем, кто неважно себя чувствует, скорейшего выздоровления. И никакой паники, потому что все будет хорошо. У меня интуиция хорошая, я знаю. Всех целую, всем пока.